Приветствую вас, дорогие зрители. Сегодня мы с вами продолжаем курс языка программирования Python. И в сегодняшнем курсе мы с вами поговорим про некие действия с принтом, а также научимся создавать переменные. И также поговорим про математические действия, именно про арифметику. Итак, давайте рассмотрим еще некоторые действия с принтом. Я хочу вам показать вообще, как можно складывать числа, как можно складывать строки и так далее. Давайте создадим print и напишем тут, допустим, в кавычках hello, потом закроем кавычки, поставим плюсик и также здесь напишем world. Да, здесь вот плюс у нас означает, что мы складываем какие-нибудь значения, только вот мы в основном используем плюс с числами, да, но с текстом все иначе. Если мы поставим hello, потом плюс, потом world, то мы склеим два слова вместе. Это называется конконтенация слов, конконтенация действий, поэтому не путайте, если вы будете в дальнейшем использовать такие методы, они вам, так скажем, да, в некоторых действиях будут нужны. Поэтому, если вы вдруг захотите сложить, так скажем, hello и world, у вас выйдет вот такое вот склеивание. Поэтому, чтобы такого не допустить, вы можете открыть еще одни кавычки, поставить пробел и, соответственно, после чего запустить наш код. Да, пробел у нас тоже относится к символу, поэтому, когда вы ставите пробел, соответственно, у нас работает все дело. Так, world, извиняюсь, я здесь слово неправильно написал. Вот так. Значит, ребят, смотрите, сегодня мы с вами научимся создавать переменные, именно как с ними работать, а также поговорим про арифметические действия. Да, в питоне существует тоже ряд действий с математикой, поэтому здесь важно знать математику, хотя бы на 80% код ваш будет состоять из каких-либо математических действий. Поэтому давайте поговорим сперва о создании переменной, как их создавать и, соответственно, как потом делать какие-то значения. Но, прежде чем я все это вам показывать, я вам хочу показать знаки арифметических действий. Давайте напишем print 2 плюс 10. Да, как вы видите, числа мы не помещаем в кавычках. Почему не помещаем? Потому что, если мы введем числа в кавычках, вот так вот, да, то у нас при запуске у нас print выведет именно вот это слово, то есть это вот этот текст 2 плюс 10. Он опознает это как текст и вы увидите, как вы знаете, как вы видите. То есть он никакие действия не, так скажем, да, не сложен. А вот здесь, если вот так вот сделать, да, допустим, 2 поместить в отдельную кавычку, плюсик сделать без кавычки, то есть, а 10 поместить тоже в кавычку, то у нас уже тут ответ получится не 12, а 210. Потому что, опять же, мы склеили два слова вместе, потому что, когда мы ставим кавычки, питом понимает, что мы двойку шифруем как текст, и поэтому он склеивает вот эти два значения, то есть 2 и 10. И в итоге у нас получается ответ 210. Не путайте с этими действиями тоже. Ставьте кавычки строго только, если вам нужно указать, допустим, какой-нибудь текст. В этом тексте также могут быть и цифры. Соответственно, если вы демонстрируете пользователю, что если ты введешь двойку, получишь там какой-нибудь ответ, то вы можете вот использовать такие методы. Но если вы складываете какие-то числа, то не нужно ставить никакие кавычки. То есть вот так. Можем просто убрать и сделать 2 плюс 10. Соответственно, сейчас мы увидим с вами ответ 12. Также давайте поговорим про умножение, деление, а также и про выведение в степени. Допустим, если вы хотите сделать какие-то действия с делением или же с отнятием. То есть да, вы можете написать 2 минус 10. Это работает, кстати, ребят, да. Но давайте запустим, посмотрим, что получится у нас из этого. Если мы 2 плюс 10 сделали, у нас ответ был 12. А что будет, если мы 2 минус 10 сделаем? У нас ответ получится минус 8. Потому что когда мы отнимаем от 10 двойку, мы получаем 8. Но если мы отнимем от двойки минус 10, мы получим минус 8. Поэтому последовательность отнятия тоже здесь важна. Не путайте, если вы хотите получить результат, допустим, 10 отнять 2 в 8, то вы должны десятку начало ввести, а после чего минус 2 сделать. Тогда да, вы получите ответ, соответственно, 8. Давайте поговорим также и про умножение. Умножение здесь у нас, ребят, относится к символу звездочка. То есть когда мы ставим звездочку, мы умножаем 2 на 10. Не путайте эти действия, они важны. Вызведение у нас также производится с двумя звездочками. То есть если мы хотим двойку возвести, допустим, во вторую степень, то 2 мы должны указать 2 звездочки и потом указать двойку. Как вы видите, ответ у нас сейчас выведется. Нужно только пару времени, потому что сегодня почему-то реплит очень сильно, так скажем, зависает. Так, вот, вы видите, как сперва мы 2 плюс 10 сделали, то есть получили от этого 12, потом от 10 отняли двойку, получили 8, потом 2 умножили на 10, получили 20, и потом 2 выделили в степень, получили 4. И последний метод это у нас деление. Если мы хотим, допустим, 36 поделить на 6, мы ставим с вами косу, чертову косу, так скажем, либо же на языках программирования это называется слэшем. То есть слэш в правую сторону. Обратите внимание, как стоит у нас знак слэш. Мы получим ответ 6,0. А теперь давайте также поговорим и про деление без остатка. То есть 36, допустим, и тут мы должны ввести, ой, извиняюсь, 2 слэша и на 6. Обратите внимание, если мы ставим 1 слэш, мы будем делить постоянно с остатком. Если мы ставим 2 слэша, мы делим без остатка. Это важно знать, ребят, потому что вот все вот эти методы, которые я вам показал, они в дальнейшем вам будут очень часто встречаться, и вам нужно будет с этим работать. Теперь давайте посмотрим, что последнее деление с остатком у нас вывелось, что 6,0, а второе это у нас просто шестерка. Итак, про арифметические действия мы с вами поговорили. Давайте теперь поговорим о создании переменных. Создание переменных у нас происходит строго с начала текста на латынском языке. То есть, соответственно, если мы будем хранить переменно какое-нибудь число, мы должны, соответственно, называть название переменной, что внутри будет храниться. Допустим, nump равно 6. Нельзя называть переменной, где вначале будет какой-нибудь символ, либо же в середине, то есть символом вообще нельзя называть переменную. И также с заглавной, так скажем, буквой нельзя ставить цифру. То есть, 1, допустим, nump нельзя написать. Но вы должны написать, если вам нужна еще такая же переменная с одинаковым названием, вы можете написать nump1 и сюда, допустим, ввести число 10. Также нельзя создавать одинаковые переменные, потому что при, так скажем, выводе, допустим, nump, вы сейчас ожидаете, что у вас выйдет число 6 и 10, но нет, у нас выйдет только десятка. Почему? Потому что у нас код читается сверху вниз, и когда питон прочитывает первую строчку, потом, когда он увидит вторую строчку с одинаковым названием, он уже зачеркивает первую строчку, то есть он уже не понимает, что от него вы хотите. И, соответственно, он выводит только последнюю строчку. Поэтому не путайте. Если вам нужно именно две с одинаковым названием переменной, просто добавляйте в конце цифру. Вы можете поставить знак с терез снизу и указать один, либо же просто вместе нам один указать. Итак, насчет переменной мы с вами поговорили. Если кто не понял, просто понимаете это так, что, допустим, у вас целый огромный склад, так скажем, фруктов, и вам нужно это все разложить по ящикам. Допустим, вы создали там 3 ящика яблок, 3 ящика, там, допустим, груш, и 10 ящиков нам, допустим, пусть будет до бананов. И, соответственно, когда вы это все по ящикам разложите, вам нужно будет эти ящики расписать, что потом, когда вы захотите достать какой-то ящик с нужными вам фруктами, чтобы вы не путались, чтобы вы по названию прочитали и поняли, где что находите. Также тут создавайте переменные именно с, так скажем, с определенным названием, что у нас внутри будет храниться. Если у нас внутри текст, пишите название переменной текст. Если у вас цифра, пишите нам. Если у вас какое-то там будет выполняться действие, задайте переменную с таким же действием. Но не называйте переменной как А, Б, то есть это очень, так скажем, некрасиво смотрится со стороны программиста. И когда вы будете, допустим, показывать свой код какому-то программисту, то, соответственно, посмотрев на этот код, он просто не поймет ничего, потому что А и Б, за что они отвечают вообще, и что внутри в них хранится. Это, допустим, пусть будет у вас пока что три строчки. А представьте, что у вас будет код на 60 строчек кода, и в каждом там через раз коде будет А и Б, А и Б идти. Алфавит просто. Это как-то будет непонятливо уже и некрасиво. Поэтому старайтесь определенно писать свой код понятливо. И даже если, так скажем, вы напишите, допустим, А и Б, С и так далее, то через некоторое время вы забудете свой код. И если вы захотите, допустим, в дальнейшем вернуться, посмотреть на код, который вы написали, там, допустим, 2-3 месяца назад, вы сами даже можете это не понять. Поэтому строго изначально старайтесь набивать руку, писать код красиво. Итак, создали мы две перемены, это 6 и 10. И, допустим, мне нужно эти числа сложить и вывести на экран. Это можно сделать двумя способами. Мы можем написать nump плюс nump1. Соответственно, при запуске мы получим ответ 16. Это первый метод, который можно сделать. Он демонстрирует нам вообще действие. И смотрите, да, здесь вышло 16. Но можно также создать еще одну переменную. Допустим, result, сокращение res. И тут уже написать nump плюс nump1. Дальше в принте мы просто напишем переменную nump. Ой, точнее, res. Допустим, print и res. Запускаем наш код и ждем результата. Как вы видите, сейчас у нас что здесь произойдет. Мы в переменную res nump сложим с nump1, то есть 6 прибавим 10. И у нас уже переменная res будет иметь число 16. И, соответственно, при принте у нас выявится ответ 16. Это наглядный пример, как вообще работать с цифрами, как создавать переменные с цифрами. Соответственно, вы также можете создать переменные с текстом. То есть вы можете написать текст равно, допустим, hello в nump1. Допустим, написать текст 1 равно там world. И, соответственно, этим методом склеить потом два слова, и вы получите конкотенацию слов. Да, это важно понимать, ребят, потому что если, допустим, вы сделаете вот так, hello, как я вам сказал уже, world, то тут мы получим два склеенных слова. То есть у нас hello world, опять я неправильно написал, world, так, world, вот так. То есть hello world у нас склеились вот таким методом. И, соответственно, если вам в дальнейшем вообще нужно будет такие методы производить, не забывайте ставить пробел хотя бы в конце hello. Тогда вы, когда вы запустите ваш код, у вас код будет раздельный. Потому что пробел у нас это тоже символ. Видите, когда этого было. А сейчас как стало. То есть у нас сейчас раздельно получилось. Это из-за пробела вот здесь. Итак, хорошо, ребят. Значит, мы поговорили с вами, как создавать переменные, как делать арифметические задачи с ними. И, соответственно, давайте я вам также объясню про типы данных. Типы данных вообще важно знать, потому что в дальнейшем, когда вы будете использовать команду оператора, там, допустим, input, int input, str input, вам нужно будет знать, понимать вообще эти слова, для чего они нужны. Всего в программе, в Python, точнее в программировании Python, существует 4 вида переменных. Я вас ознакомлю только с тремя, потом с четвертым мы ознакомимся с вами, когда будем проходить циклы. Итак, первый тип данных у нас это integer. Сокращение он пишется как int. Второй тип данных это у нас str, string. Сокращение он пишется как str. Почему я сокращенно вам говорю, ребят? Потому что у нас многие действия будут сокращенно писаться, int, str, и чтобы вы понимали, что к чему относится. И третий тип данных это float. Теперь давайте рассмотрим каждый тип данных и что за что отвечает. Смотрите, int, integer у нас отвечает за только целочисленные числа. То есть мы можем там 2, 10, 15 и так далее писать сюда. str, это string. С перевода, как вы поняли, это уже строки. И сюда мы можем помещать только какие-нибудь слова. Допустим, это может быть строки, слова, буквы и так далее. И соответственно, вы также можете цифры помещать сюда. То есть когда вы помещаете числа в кавычках, программа понимает это как за текст. Не путайте это, не забывайте. Flows же у нас относится к числам с запятой. То есть это как, допустим, деление с остатком. Вы видели числа там 6,0, допустим, 3,2 и так далее. То есть теперь давайте рассмотрим это снова. То есть integer – целое число, str – это строки, float – это число с запятой. То есть с остатком, так скажем. Не забывайте про типы данных. Они вам в дальнейшем потребуются. Когда вы будете создавать, допустим, какую-нибудь консоль, которая будет просить от пользователя ввести какие-нибудь числа, то есть либо же строки, вы должны будете знать, что из этого подставлять. А на этом наш урок заканчивается, ребят. Внизу видео будет прикреплена практика. То есть скопируйте данные метода, ваш реплит. Попробуйте реализовать домашнее задание ваше. Также, скажем так, да, чтобы вам удобно было понимать в дальнейшем. Важно понимать, что в программировании, так скажем, практика имеет очень большую роль. То есть чем больше вы будете практиковаться, тем в дальнейшем вы будете очень легко писать какой-нибудь код. И, соответственно, вы будете понимать наглядно по практике, что к чему относится. Не забывайте выполнять замашенное задание, публиковать его в комментариях под видео. Также, если будут вопросы какие-нибудь, задавайте. Я вам всегда помогу. Всем спасибо за просмотры. До следующего курса. Всем пока.